Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске Дана Борисова и её драма. Уже где-то на протяжении недели в интернете обсуждают всю историю вокруг дочери Даны Борисовой, которая в школе причинила, так скажем, себе боль. Я не могу всё прямым текстом говорить, потому что YouTube может это заблокировать. Ну, в общем, девочка всячески пытается причинять себе разные увечья или привлечь, так скажем, внимание своих родителей, которым явно не до неё, или же просто таким способом пытается справиться со своей какой-то психологической болью, переключая её на физическую. А, возможно, два в одном, что скорее всего. Я думаю, уже многие об этом узнали, но для тех, кто не знал, вот такая вот неприятная история произошла. Снова Дана Борисова в центре внимания. Она у нас вообще в последние годы не сходит с экранов. Периодически появляется в разных ток-шоу. У Малахова на первом канале НТВ, то в качестве героя, то в качестве, так скажем, называемого эксперта в области разных зависимостей, то она аутинги кому-то делает. В общем, Дана Борисова у нас женщина, которая когда-то была очень известной телеведущей. Потом что-то пошло не так. Точнее, всё пошло именно так, как у большинства. К сожалению, когда люди вместе с приходом денег и славы начинают заниматься неправильными вещами и подсаживаются на всякие ненужные вещи. Собственно, к чему потом это приводит. Мы уже всё это видели. Дана Борисова лечилась много лет и до сих пор периодически проходит там свои хабы и так далее. Но, в принципе, 4 года, как она утверждает, что она уже ничего не употребляет. Я вот посмотрел буквально вчера выпуск «Пусть говорят, где Дана Борисова была главной героиней». Собственно, она пришла на этот выпуск заявить о том, что ей нужна помощь. Вот с дочерью такое происходит. Ну и там, как обычно, собралась студия экспертов, и каждый что-то там своё рассказывал. Не буду это всё в деталях обсуждать, я их всех внимательно послушал. Послушал Дану Борисову, послушал её дочь, 13 лет ребёнку, подросток. Вообще, конечно, возраст очень сложный. Это я могу точно сказать. Из себя помню в этом возрасте и вообще своих близких помню, родственников в этом возрасте. Такой достаточно протестный возраст, когда могут свернуть не туда, куда нужно, либо наделать каких-то глупостей. В общем, это тот такой самый сложный, мне кажется, возраст, вот с 13 до 15-16, когда нужно внимательно, так скажем, наблюдить свои чада. Но, видите, Дана Борисова долгое время лечилась, собственно, от зависимости. Вроде как у неё всё это получилось. Но ушла одна зависимость, пришла другая. Видно, как человеку явно не хватает телевизионных вот этих всех моментов. Её так и тянет на экран. Она не просто с Инстаграма не вылазит. Она постоянно там всё выкладывает. Причём она выкладывает всё подряд настолько, что даже, казалось бы, без тормозов каких-то выкладывала вот эти вот все простыни там в крови. Выкладывала какие-то полотенца в крови после того, как дочь вот эти вот все увечья прям в школе нанесла. Зачем ты это всё выкладываешь? Отсчитывается перед подписчиками за каждым шагом. То есть она это объясняет тем, что якобы люди волнуются, и вот она хочет как бы объясниться. Я её как бы понимаю, с одной стороны, да, потому что у неё есть некая, видимо, ответственность перед своей публикой, которая следит за её жизнью. Ну а с другой стороны, сейчас твоя дочь в беде, а ты думаешь о том, как выложить сторис. Ну это как-то странно, честно. Хотя, что обижаться на Дану Борисову? Как бы там ни было, но результат всех этих пагубных привычек, они отразились на ней явно. Это мы все с вами можем наблюдать. И не только по внешним данным, но и в целом, как человек, наверное, соображает. Наверное, многие вещи не понимают. Но это на моё личное мнение. В общем, все пытались в этой студии разобраться, кто же в этом всём виноват. Мама, папа, ребёнок, сам, у каждого своя была версия. Однозначно, понятное дело, что корень всего этого, это, естественно, семья. Я не психолог, но я это могу понимать, как обычный человек, который тоже рос в семье, и понимаю, что всё именно там и начинается. Когда что-то не так идёт в семье, это всё отражается на нашей психике. Просто у каждого, как это сказать, своя сила воли к жизни. И кто-то это может как-то перебороть, а кто-то с этой болью идёт всю жизнь и не может с этим справиться. А ещё, не дай бог, всё это усугубляется. Добавляются какие-то запрещённые вещества и так далее. Но, одним словом, люди уходят не на ту дорогу. Но вот так вот, к сожалению, бывает. И родители не всегда могут это уследить, потому что зачастую они просто либо заняты слишком собой, либо просто не понимают, что с этим делать. Ну, в общем, у нас с этим, конечно, огромная проблема, потому что... Ну, так как-то складывается, что родители очень много работают, им приходится как-то обеспечивать своих детей, и они забывают, что с ними нужно как-то проводить время, общаться и вообще интересоваться их жизнью. Ну, Дана Борисова у нас сама, видимо, как ребёнок. Ей самой не хватает внимания, исходя из того, что она просто всячески пытается то на какие-то ток-шоу попасть, то с этого Инстаграма не вылазит. У неё такая зависимость от соцсетей, это явно. Ну, а дочь её, 13-летняя, получается, принадлежит сама себе. Вот, собственно, к чему это всё приводит. Хотя, если честно, я вот слушал комментарии её дочери, и она рассуждает достаточно очень грамотно и по-взрослому. У неё как ребёнок, 13 лет, вот правда. У нас, что называется, не по годам. И она прям вот настолько грамотно и правильно выстраивает предложения, мысли свои, что я, честно говоря, удивлён, потому что даже на фоне с той же Даной Борисовой, со своей мамой, она выглядит намного как-то убедительнее и умнее. Ну, возможно, это мне так показалось, но тем не менее. Ну, вот, несмотря ни на что, вы знаете, вот Дана Борисова тот персонаж, который у меня не вызывает негатива. А, наверное, где-то чувство сострадания какого-то, жалости, понимания. В любом случае, она молодец, то, что она смогла справиться со всеми своими пагубными привычками, то, что она действительно неравнодушна к своей дочери. Конечно, она это показывает очень странно. Наверное, многим кажется, что это глупо и неправильно, вот это всё на показ выставлять. Но, видимо, она по-другому не умеет. Вот только так она это и может сделать. Но я вижу действительно искренность в том, что она любит свою дочь. Она действительно хочет ей только хорошего. И вот даже дочь говорит, да, когда её мама и папа начинают между собой ругаться, и там мама на папу начинает гнать, папа на маму. Она сказала, что когда я прошу их остановиться, то останавливается только мама Дана. То есть получается, как там отец называет свою бывшую супругу, больной, зависимой и так далее. Но, тем не менее, этот человек останавливается по просьбе дочери, что доказывает её любовь и неравнодушие. Она готова идти на примирение со своим бывшим супругом, потому что, как показала эта ситуация, дочери не хватает явно внимания и мамы, и папы, и бабушек, и дедушек. Там ещё и бабушки, и дедушки со стороны мужа бывшего Даны Борисовой, оказывается, заблокировали просто свою внучку. Мне вообще это странно понять, как такое может быть. Вот такая странная семейка, в общем. Мы ничего не знаем про семью бывшего супруга Даны Борисовой, собственно, как и про супруга. Всё, что мы знаем, только из её слов. Ну и, собственно, те поступки и те сообщения, которые озвучивались, о многом говорят. Также они в прямом эфире этой студии пытались дозвониться бывшему супругу. Как только он услышал голос ведущего, он тут же кинул трубку, отключил телефон. Вот и всё. Что лишний раз доказывает, насколько всё-таки не очень хороший человек. Этот её бывший супруг, который не понимает банальных вещей, что он настолько нужен сейчас своей дочери, она просто кричит уже об этом. Вот эти вот все её жесты, так скажем, увечья, которые она наносит себе, это привлечение внимания, это крик о помощи. Обрати на меня внимание, ты мне нужен. Но, видите, они продолжают её игнорировать. Я не знаю, для чего они это делают. К сожалению, взрослые люди не всегда умные и мудрые, они не всегда понимают, что им нужно делать. И зачастую они ведут себя очень как-то по-детски, эгоистично. И даже, я бы сказал бы, как обиженные дети. Мне это не понять, потому что, мне кажется, несмотря на то, что Дана Борисова выиграла суд и забрала дочь, так скажем, к себе от мужа, она же не как бы не ограждала их общение. Видимо, папа и бабушка с дедушкой обиделись и решили, ах так, ну иди ты к чёрту называется. Извините, что так грубо говорю, но получается только так. Но это как-то странно, вы же взрослые люди. Это её мать, это нормальная. Я считаю, что мать всегда должна быть в жизни каждого ребёнка, ну как бы там ни было. Тем более, Дана Борисова подделала огромный путь. Она пытается, она кричит, она делает всё возможное для своей дочери. Я и правда верю. Мне хочется в это верить. Я просто вот вижу по поступкам и понимаю, что Дана Борисова готова закрывать глаза на многое, терпеть мужа, унижаться перед свекровью и свёкром. Ради благополучия и, так скажем, здорового психологического состояния своей дочери. А вот её бывший супруг и отец их общей дочери, видимо, не совсем готов. Он себя ведёт как эгоистичный, инфантильный, обиженный ребёнок, от которого якобы ушла дочь, понимаете. Отсудила мама, теперь вот так вот он себя ведёт. Очень странное поведение, но, к сожалению, оно часто встречается в жизни. Я такое видел, потому что взрослые люди, я же говорю, это не всегда значит умный и мудрый, к сожалению. Иногда приходится детям учить своих родителей. Это я вам точно могу сказать. Иногда и так приходится. Как-то звучит странно, но мы же привыкли как. Если мама, папа, дедушка, бабушка, они же знают лучше. Но нет, я вам могу сказать точно, это не всегда так работает. Потому что, во-первых, иногда дети намного преуспевают больше своих родителей. Это абсолютно нормально. Ну и плюс ко всему, время меняется. Врослые люди не всегда могут адаптироваться к нему. Поэтому всё-таки тут бы я прислушивался и к младшему поколению. Одним словом, нужно всегда разговаривать и обсуждать все свои темы. Потому что вот когда все молчат и каждый занят своей жизнью, происходит то, что происходит. Вот ребёнок сейчас пока что вот так вот делает. Я надеюсь, до дальнейших каких-то вещей плохих не дойдёт. И всё у них как-то наладится. Она сейчас пройдёт реабилитацию. В любом случае, Дана Борисова, я думаю, всё для этого сделает. Хотя, вы видите, она в этой передаче сама уже кричит, что ей самой нужна психологическая помощь. Также ещё хочется вспомнить и маму Даны Борисовой. Там ещё и мама такая специфическая. Это такая, знаете, какая-то цепная реакция. Мать со своими какими-то, видимо, обидами от своей матери нанесла какие-то психологические травмы своей дочери. То бишь, Дане Борисовой. Дана Борисова, так скажем, передала знамя по наследству своей дочери. И кто-то же должен это прекратить. Потому что этот замкнутый круг, он же не закончится. Кто-то должен просто взять и закончить это всё. Я почему-то уверен, что именно дочь Даны Борисовой будет тем самым человеком, который закончит этот весь непрекращаемый круг несчастья. И я думаю, у неё так точно это сможет получиться. Но мне хочется в это верить, по крайней мере. Поэтому, конечно, её дочери можно только посочувствовать, когда папа себя так ведёт странно, бабушки, дедушки, что с одной, что с другой стороны. И мама ещё тут на всю страну вот эти все вещи вытворяет. Я вообще с трудом представляю, если бы моя мама или папа были бы публичным человеком, и вот вся страна обсуждала бы её зависимость, в каком состоянии видели. Я представляю, насколько это бьёт по психике ребёнка. И когда я вот слышу комментарии, я понимаю, что всё-таки у неё действительно стержень внутри, потому что мне бы, наверное, так было бы стыдно. Я бы, наверное, как тот страус искал бы, куда бы глубоко бы зарыться. Поэтому прекрасно понимаю, к чему это всё приводит. Ну и плюс ещё не нужно забывать, что в такие моменты в наше время, что делают дети? Они все уходят в социальные сети, в тот же ТикТок, в тот же Инстаграм. А в этих ТикТоках, Инстаграмах происходит такое, что просто глаза закатываются, потому что то, что я иногда встречал, меня просто поражало. И вот хочется спросить, как кто там, модератор или кто следит в этом ТикТоке, а вообще не как-то контролирует, что там происходит. Вот буквально недавно наткнулся, как девушка из города Харьков открыто в ТикТоке сидит и зазывает молодых девочек, куда? В эскорт, в Дубае. И ТикТок это пропускает и не блокирует. Она ещё там так это красиво преподносит, мол, те, кто считают, что эскорт это плохо, они просто не вышли лицом и завидуют, понимаете? Ну и она вот этих молодых девочек зазывает на этот путь порока и грязи, преподняся это всё в форме нормальности. Удивляться нечему, потому что в стиле экранов, собственно, взрослые, уважаемые люди несут то же самое нам. Поэтому вот одно, вот другое, они насмотрятся на телевизоре этого, в ТикТоке, в Инстаграме, и им кажется, ну да, так же везде все живут, поэтому это нормально. Ну а есть ещё и другие, ещё и хуже, я даже не знаю, правда, что хуже, разные группы, которые вот находят таких подростков, в которых, так скажем, есть свои проблемы уже какие-то в голове, они себя чувствуют ненужными, несчастными, я не знаю, как они называются, но, в общем, они им внушают, что они должны с собой что-то сделать, в общем, какие-то там задания странные. И всё это есть в интернете, и меня удивляют, что с этим никак не могут ничего сделать. Самое удивительное, что когда нужно найти какого-то, скажем так, врага, главы государства, они его из-под земли достанут. Но когда это касается обычных людей, то тут они размахивают руками и рассказывают о том, что мы не можем это контролировать. Лично я не знаю, не буду утверждать, если очень сильно захотеть, можно найти всех и как-то с этим всем разобраться. Потому что то, что происходит в соцсетях, туда, куда идут все эти подростки, там ничего хорошего они точно не найдут. Нет, там есть хорошие, но их всех почему-то тянет непонятно на что. А вот дочь Даны Борисовой, она, допустим, была в какой-то группе состояла, которая называлась там на словом каким-то, я забыл. В общем, это какой-то лес в Японии, где люди, так скажем, себя сами лишают жизни. В общем, я надеюсь, что у Даны Борисовой, у ее дочери будет все хорошо, они разберутся, решат все эти проблемы. В любом случае, там были эксперты, они все помогут и, так скажем, решат эту проблему. А вообще, конечно, хочется сказать, что вот дети звездных родителей, они часто страдают, конечно, благодаря своим родителям, потому что у популярности есть обратная сторона медали. И она, как видите, отражается не в лучшем случае на детях, потому что то, что творят их родители публичные, это, видимо, очень сильно отражается на их психике. Поэтому дочь Даны Борисовой не единственная, которая с подобными проблемами. Я думаю, у каждого звездного родителя какие-то свои проблемы. Даже вот взять, к примеру, дочь Ларисы Гузеевой. 21 год, тоже девочка достаточно очень такая интересная. Пока вроде как ничего такого не надела, но тоже там и булимия, что там только уже не было. Вот сейчас 21 год уже девушке. Не учится, не работает. Я недавно вот смотрела ее комментарии. В общем, сама не понимает, для чего живет, куда идет, зачем идет. Все, что есть, это мама. Ну, понятно, мама будет потакать, потому что любит, и все, что дочь не попросит, будет делать. А вот что из этой дочери вырастет, ну, не знаю, время покажут в любом случае, надеясь, что все будет хорошо. Вот такая вот она популярность, понимаете? Потому что люди, которые так стремятся быть популярными, они же думают только о том, что это деньги, слава, известность, круто, замечательно. Но они забывают, что у всего есть и обратная сторона, и она не всегда хорошая. К сожалению, зачастую страдают именно их родственники, близкие, друзья, особенно дети. Ну, а ситуацию с Даной Борисовой все мы знаем. В общем, буду наблюдать за этой историей, за Даной Борисовой, надеюсь, она не сорвется, я ей этого искренне желаю. Все-таки она проявила уже свой характер. Я надеюсь, что все будет хорошо и у Даны Борисовой, и у ее дочери. Ну, а вы напишите, как вам эта ситуация, что вы считаете по этому поводу. Обсудим все, как всегда, в видео. Ну, еще немножечко напоследок, так не в тему, но просто увидел новость о том, что наверняка вы слышали про Дом-2, его же как бы там закрывали, потом переносили, но и в итоге он на канале Ю все-таки будет идти. Ольга Бузова, как вы знаете, не будет лицом Дома-2. Но кто бы вы думали, заменит ее? Бывший парень в соцсетях. Дава, тот самый Дава. И это тот случай, когда хочется сказать, что наконец-то человек сделал что-то хорошее. Он нашел свое истинное место. И я надеюсь, что он останется в этой прекрасной, замечательной передаче, которая ему под стать подходит, как никому. Вот Дава и Дом-2, это просто идеально. Еще бы и Бузову туда забрал, и было бы вообще замечательно. Я вообще за то, чтобы люди были на своих местах и занимались тем, что у них прекрасно получается. Вот это прекрасное шоу. Помоечная Дом-2 идеально подходит Даве. Вот за это я его могу похвалить искренне, без сарказма. Не знаю, может кто-то и смотрит Дом-2, кому-то это нравится. А может кто-то теперь ради Давы будет смотреть. Напишите, я никогда не смотрел Дом-2, и не с Бузовой, и с Давы точно смотреть не буду. Потому что это не мое шоу, но в любом случае я не осуждаю людей, которым это нравится. Кому-то Дом-2, кому-то пусть говорят, кому-то Малахова посмотреть. У каждого свои вкусы и приоритеты. Надеюсь, вы дослушали до конца это видео. Мне тут очень жутко мешали постоянно дрелью. В общем, мои соседи, они как будто чувствуют, каждый раз, как только я сажусь записывать видео, они начинают словно специально включать эту свою дрель и что-то там сверлить. Я не знаю. Это происходит уже на протяжении полугода. Что они там выпиливают, я не знаю. Как ваши соседи? Они вас не достают? Нет? Мне иногда хочется взять что-то тяжелое и пойти их там, так скажем, попросить, мягко говоря, не шуметь. Но это такое, знаете, от соседей никуда не деться. В общем, жду ваших комментариев. Всем прекрасного настроения дня. И как всегда, до скорых встреч. Пока-пока.